Здравствуйте, ребята! Я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки. Сегодня на уроке ты узнаешь, что такое стиль Шердпе, кто такой Татимбет Казангаб Куны. Неповторимая красота родной природы всегда вдохновляла людей искусства. Художники рисовали картины, поэты сочиняли стихи, композиторы передавали любовь к своей земле в музыке. В своих произведениях они не только восхищались окружающим миром, но и заставляли задуматься о том, как нужно беречь родную природу. Ребята, посмотрите картину Абелхана Костеева «Горный пейзаж». С какой любовью она написана. Просторы родного края, горы, степь, бездонное голубое небо, яркие, сочные краски. Во всем ощущается восхищение художника окружающим миром. А сейчас мы послушаем музыкальную картину о родной природе. Кюй сарыжай лау, знаменитого кюйши Татимбета. Ребята, но прежде откройте учебник на странице 90 и найдите эмоциональный словарь. Слушая кюй сарыжай лау, определите характер этой музыки. Кюй сарыжай лау, знаменитого кюйши Татимбета. Кюй сарыжай лау. Если вы обратили внимание, мы послушали с вами кюй для Дамбры. А теперь в сравнении послушаем это же самое произведение, но в исполнении оркестра. Слушайте внимательно и определите, изменилось ли звучание этого кюя. Кюй сарыжай лау. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Знаменитые композиторы Сегодня в этом разделе мы с вами познакомимся с Татимбетом Казанга-Пулы. Его знаменитый кюй-сарижайлау мы только что с вами послушали. Татимбет Казанга-Пулы Знаменитый казахский кюй-ши XIX века Домбрист Один из основателей школы исполнения кюев в стиле шердпе. Домбра всегда была любимым инструментом казахского народа. Кюй-ши, которые сочиняли кюи на домбре, играли по-разному. Так сложилось два способа игры – токпе и шердпе. Токпе – это стиль игры на домбре резкими кистевыми взмахами. А стиль шердпе – игра щипком, то есть более мягкая игра. Так вот Татимбет как раз и был композитором, который сочинял кюи в стиле шердпе, то есть игра на домбре мягким щипком по струнам. Сегодня, ребята, мы с вами говорим о музыкальных картинах, о том, что многие композиторы посвящали своей родной земле музыку и песне. И сегодня мы с вами начнем разучивать песню, которая называется «Самая любимая родина моя». Сейчас слушаем и смотрим за текстом на экране. А затем еще раз повторите и попробуйте пропеть. Солнце над миром стало, Все озарив лучами плавно течет река, В ней купаются облака. И зимой в снегу, И весной в цвету На тебя налюбоваться не могу. Рощи шумят листвою, В солнца лучах играя, Ярко блестит роса, И звенят птичьи голоса, И звенят птичьи голоса. Самая красивая родина моя, Самая любимая родина моя, И зимой в снегу, И весной в цвету На тебя налюбоваться не могу. Сегодня на уроке, ребята, Мы с вами узнали, Что такое стиль шертпе. Это игра на дамбре Мягким щепком по струнам. Мы познакомились со знаменитым казахским кюйши Татимбетом Казангапулы И послушали его музыкальную картину Сарыжайлау Для дамбры и в исполнении оркестра. А также начали разучивать песню Самая любимая родина моя, Домашнее задание. Еще раз послушайте музыкальную картину Татимбета Сарыжайлау И нарисуйте к ней иллюстрацию. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята!